Здравствуйте, друзья! С вами Леонора со своей программой «Послушайте женщину», в которой я как социолог, как психолог, рассказываю нашим зрителям о явлениях, событиях и фактах, наиболее овеянных мифами и стереотипами. И вот я сейчас сказала такой привычный слоган, с которым я выхожу и приветствую наших зрителей, и понимаю, что он уже не настолько актуален, как был раньше, что сейчас я здесь для того, чтобы на этой площадке, миротворческой площадке, помочь нам, помочь нашим зрителям, подписчикам канала «Сочи-24» справиться с высокой тревогой, справиться с агрессией, справиться со страхом, и именно оснаститься теми инструментами психологической самоадаптации, психологической самопомощи, чтобы сделать свою жизнь более предсказуемой, более качественной. И сегодня мы поговорим с вами в нашей передаче о том, что люди делают такие нелогичные действия, на наш взгляд, почему они это делают в это тревожное время, для чего они это делают, что делать было бы правильно для нашей психики, а что было бы для нас разрушительно, дезадаптивно. То есть мы разберем то, как действуют люди в это критичное, тревожное, страшное время, что-то мы себе присвоим, как позитивный опыт, а что-то мы поймем, что действует для нас деструктивно, ненужно и загоняет нас еще в более высокую тревожность. И я отобрала те вопросы, которые задают мне мои клиенты, приходящие ко мне на психологическое консультирование. Элеонора Флёр, набрав в соцсетях Элеонора Кононенко, и я выкладываю очень интересные посты, где учу людей и делюсь с ними навыками психологического реагирования на стрессовые ситуации. Итак, мы будем с вами сегодня говорить, просив и увидев то, что пишут люди, просят разъяснить. Вот пишет мне Алина, Элеонора, мой муж постоянно нон-стоп сидит в соцсетях в разных пабликах, на разных ветках, он мониторит новости, потом к вечеру у него болит голова, поднимается давление, он очень агрессивен, не может спать, пьет валерьянку и какие-то странные лекарства. Странные лекарства, да, возможно, это корвалол, который пахнет так, как пахнет там хвелевое масло. Правильно ли то, что делает ваш муж? Алин, все, что делает наша психика, если это не наносит вреда другим и ему, это правильно. Это способы психологического реагирования вашего мозга, вашей психики, которые очень индивидуально реагируют на то, что случилось в последнее время. Но если брать в общей такой вот форме и говорить, что применительно ли это как адаптивное полезное поведение для нас, то нет. Вот такой бесконечный скроллинг сетей, скроллинг различных паблик, где освещается сейчас положение в мире, ситуация, которая происходит сейчас в нашей стране, она не полезна для мозга с какой-то точки зрения. Он держит руку на пульсе, мониторе новости. Он таким образом пытается снизить уровень своей тревожности. Ему кажется, что, производя вот эти бесконечные действия, он держит руку на пульсе. То есть у него создается иллюзия контроля, что он что-то может контролировать в своей жизни, потому что она сейчас стала очень неустойчива. Но на самом деле мозг истощается, забиваясь таким огромным количеством тем более противоречивой информации. Мозг истощает свой психический ресурс, и мы вваливаемся в высокую тревожность, в высокую агрессивность. Потому что истощенный мозг, он будет человека подталкивать на действия высокой конфликтности, на расстройство своих соматических телесных проявлений. То есть это не полезное действие, оно довольно-таки разрушительно, неэффективно. И что было бы, наверное, таким адаптивным, не могу сказать правильно, потому что все есть норма для каждого человека. Что было бы более, наверное, правильным и менее травматичным для нашего мозга. Как советуют психологи из кризисной психологии, из науки, занимающейся именно кризисными ситуациями, было бы правильно нам всем ограничить просмотр новостей 10 минутами утром и 15 минутами вечером. Суммарно 25 минут в день можно просматривать информацию, потому что информация загружает нас чрезмерно, мы можем разрушаться об эти действия. Не мониторьте, не скрольте свою ленту, потому что это чрезвычайно не полезно для нашей психики, для нашего мозга. И как результат мы видим в отсрочном действии, муж не может спать, просыпается рано с тахикардией, сердцебиением, это адреналиновые всплески идут, выбросы гормона стресса, адреналина. Не может долго заснуть, сон его прерывистый. И второе, то, что укажет нам маркер на то, что расстроена уже психика, но пока это еще не проявлено, это угнетение сексуальной сферы, человек становится сексуально неактивным. Сон и секс это биологически важные задачи, и если они как-то минимизируются, если они расстраиваются, это говорит о том, что человек наносит себе ущерб, и психика его страдает. Мониторить нон-стоп-ленту не полезно для нашего мозга. Второе, что я хочу рассказать, почему люди в больших количествах, я говорила на прошлой передаче уже об этом, закупают гречку, бакалею, крупы, растительное масло. Зачем они это делают? Правильно ли это? Вот пишет одна из считателей, что весь балкон наш забит растительным маслом, коробками с крупами, невозможно пройти, стоят тушенка, сгущенка и какие-то банки. Мои родители заставили балкон так, что невозможно выйти, даже повесить белье. Зачем они это делают? Когда мы в кризисе, когда мы в стрессе и в тревоге, наш мозг, наша психика, которая руководит нашими действиями, заставляет нас регрессировать, откатываться к более примитивным формам поведения и к более примитивным навыкам выживания. И вот эти паттерны поведения привычные, заметьте, у старого поколения. Молодежь так не делает, она это не переживала. У них нет этого трансгенерационного переноса негативного опыта на свою жизнь. Вот старое в основном поколение, люди уже зрелого возраста, которые пережили кризисы 80-х, 90-х, 2000-х, это делают они, вот эти вот закупки, таким образом снижая свою тревожность, что я действую, я не замираю, а какие-то алгоритмы я делаю правильные, обслуживаю свою высокую тревожность. Что логики в этом, и рационального в этом немного, потому что в крупе все равно заведутся какие-то жучки и долгоносики. Ну что, это все может испортиться? Но тем не менее, если людям это привычно, если это их успокаивает, если это снижает их панику и тревогу, ну пусть делают. Не судите так своих родителей, их нервная система истощена, они переживали те кризисы, которые не переживали вы. И если им это помогает успокоиться, ну пусть делают запасы провианта, тем более это когда-то было оправдано. Время покажет, насколько это актуально. Ну вот видите, поколение молодежи, оно совершенно не заморачивается такими вещами, потому что они, а, это не переживали, и, б, они не росли в эпоху дефицита. И последний вот такой момент, ремарк, а почему именно гречку спрашивают? Почему не другую крупу, не пшено, не кукурузу, не овсянку, а именно гречку? В доперестроечное время гречка входила в продуктовый паек, в такой спецнабор для партийных элит, для ветеранов войны. Это был реально дефицит, это был такой привилегированный продукт. И отголоски прошлого заставляют наших людей вспомнить об этом, невольно вспомнить, потому что на подкорке это где-то информация запечаталась у нас, и покупать то, что именно будет в дефиците. Вот такое объяснение вот этому феномену, зачем люди закупают. Третий момент, который хотела бы с вами разобрать, друзья, и я думаю, он тоже будет для вас полезен, это почему люди так активно скандалят в соцсетях, и как быть, когда твоя политическая позиция отличается от позиций, которые озвучивают твои родные и близкие. Вот пишет Екатерина, у нее конфликты с мамой и папой на политические взгляды происходящего сейчас в мире, и у нас доходит до скандалов, мы даже стали отдельно питаться, потому что невозможно слушать то, что говорят они. Как быть в этой ситуации, если ваши политические воззрения, ваши взгляды на происходящее расходятся с кругом вашего ближнего окружения? С точки зрения психологии, что тут можно посоветовать? Запомните, что друзья, Екатерина, это все-таки более дальний круг общения. Самые близкие ваши люди — это ваш ближний, ваш первый круг общения, ваши родные. Они придут вам на помощь, если вам будет плохо. Они, как правило, помогут, они поддержат. Так ли вам нужно донести свою точку зрения в конфликтной манере? Даже если там папа, мама провоцируют, инициируют, но не поддавайтесь на их провокации. У них высокая тревожность. Все-таки поколение с более изношенной нервной системой, старшее с более, так сказать, низкой стрессоустойчивостью. И когда вы пытаетесь объяснить им враждебную для них политическую позицию, навязать им свою точку зрения, ну или хотя бы попытаться убедить, это для них тот конструкт психологический, за который цепляется их психика, давая им иллюзию устойчивости. Не выбивайте у них эту почву из-под ног, потому что их так легче. Я думаю, что тут было бы уместно сказать, что «мама, папа, я вас люблю, но давайте не будем конфликтовать, давайте не будем ссориться из-за того, в чем мы реально мало понимаем. Нам непонятны истинные мотивы происходящего. Давайте не будем ломать копья на площадке нашей семьи. У нас миротворческая площадка в нашей семье, в нашем доме. Мы для того, чтобы любить, помогать, быть вместе, что дадут нам разногласия». Введите, желательно бы в общении с родителями, вот эту стоп-черту, когда вы видите, что конфликтный разговор набирает эскалацию, и уже прям искренне летят, скажите «стоп, я не хочу это обсуждать». Будьте разумнее, вы более стрессоустойчивы. Вам пока не нужно цепляться за ваши конструкты, чтобы обрести вот эту психическую устойчивость. Ваша психика еще не так изношена. Вот просто пожалейте своих родителей. Ну пусть они остаются со своими убеждениями. Не надо спину и рта им это доказывать. Если они провоцируют вас и пытаются втянуть на эту тему, сразу прямо уходите физически и говорите «я не говорю на эту тему». В нашей семье так конфликтно мы свои позиции не обсуждаем. Прямо уходите, проветритесь, освежите свою голову, и они за это время остынут. Потому что вот такая высокая тревожность и высокая враждебность в высказывании политическом, ну что она даст, кроме вот таких разногласий, неурядиц и ощущения нарастания кома ненависти или вражды. И еще один момент, который мне хотелось бы осветить, что сейчас вот хорошо бы делать для именно нашей психики, это помогать другим. Да, вы не ослышались. Вот этот альтруизм, вот этот высокий гуманитарный стандарт, он, если мыслить эгоистически, будет полезен прежде всего вашей психике. Как пишет один из философов современности, полезным и добрым быть выгодно. Объясню сейчас такую, казалось бы, странную позицию. Почему так? Потому что, когда мы помогаем другим людям, советом, психологической поддержкой, тем, что вы купите лекарства старикам, тем, что вы купите корм бездомным животным, даже тем, что вы успокоите ребенка, посидите с больной соседкой, минимальными делами полезными вы себя загрузите, что происходит с вашим мозгом. Когда мы помогаем другим, наш мозг в сложной цепи нейрохимических реакций выделяет гормон дофамин, гормон одобрения, гормон радости, гормон поощрения, гормон такой тихой радости, что я нужен, я полезен, я приношу кому-то пользу, и наш мозг получает его как награду. И нам становится хорошо, наша психика балансируется через гормоны серотонин и дофамин, это гормоны радости, и при добрых делах он вырабатывается у вас. Поэтому быть добрым реально выгодно. Поэтому прежде чем бежать и ломать копья со скандалами на соцплощадке, где вы выражаете активно свое мнение, где вы агрессивно бьетесь с соперниками за свою точку зрения, где вы скандалите и конфликтно убеждаете других, что единственная ваша точка зрения правильна, вот вы подумайте, кому от этого будет реальная польза. Вы только сеете ненависть, вы инвестируете свою энергию во вражду, которая как снежный ком, передаваясь через аккаунты других людей, нарастает. Только в нашей, так сказать, возможности освободить вот эту цепочку зла. И через помощь, через сострадание, через минимальную помощь, хоть подъезд убрали, хоть там молока принесли соседки многодетные, хоть там вещей собрали, которые вам не нужно, отнесли в храм, это помощь и себе, через выработку дофамина, и людям. Постарайтесь быть в гуманитарном стандарте высоки в этот момент. Я объяснила вам почему. Вот так вот, друзья, то, что хотела рассказать вам, надеюсь, будет полезным. Подписывайтесь на наш канал Сочи24, подписывайтесь на площадках Элеонора Каноненко, Элеонора Флёр. Приходите ко мне на психологические консультации, будем разбираться подробно с тем, что происходит сейчас с вашей психикой. Надеюсь, я была сегодня с вами не зря, что я буду для вас полезна. Берегите себя, свое психическое и физическое здоровье. До новых встреч. Пока-пока.